Всем привет друзья мои, с вами Кухня с акцентом, меня зовут Зураб и сегодня наконец по вашим многочисленным просьбам и по моим обещаниям я буду готовить вместе с вами сухую аджику. Такая очень известная приправа, которая просто невероятно подходит к шашлыку, это вот, друзья мои, вы попробуете, вы поймете, что эта аджика была создана для шашлыка. Поехали! Принцип приготовления сухой аджики примерно такой же, как с ванской соли, но различаются, конечно, пропорции специи и сами специи тоже. Для того, чтобы сделать нам эту невероятную приправу для шашлыка нам нужно 150 грамм чеснока, свежего, не сухого, а свежего чеснока, 50 грамм острого красного молотого перца, перец можно хлопьями, можно порошковый перец, главное острый и 50 грамм паприки, не копченой, обычной красной сладкой молотой паприки. Также по 30 грамм молотых семян кориандра, она же кинза, 30 грамм уцхо сунели, он же голубой пожитник, 30 грамм эмеретинского шафрана, он же цветы бархатцев, но при неимении эмеретинский шафран, кстати, вообще можно исключить. Почему? Потому что шафран чисто для цвета, он шашлыку придает очень приятный золотистый оттенок, но если вы шафрана не найдете, ничего страшного, его можно вообще не добавлять. И 30 грамм черного перца, молотого черного перца. Также необходимо 200 грамм соли, соль лучше морская, морская соль для этой специи подходит лучше всего. И друзья мои, я вас умоляю, уже начнем, а то меня сейчас разорвет, я надешался специй серьезно, меня тянет чихать каждую секунду, поэтому давайте уже приступать. Для начала, друзья мои, как всегда, для того, чтобы получилась невероятно вкусная специя, мы должны чеснок перемолоть в ступке, то есть как делаем, берем ножик, берем чеснок, вот на такие примерно слайсы режем, добавляем чуть-чуть соли и в кашу перемалываем. Давайте мы это сделаем, как только я все это перемолю, вернусь к вам. Добавляем все специи, которые у нас есть, смотрите, очередность такая. Так же, для того, чтобы соль сильно не промокала, сначала добавляем специи, это надо учесть, друзья мои, сначала специи, лишнюю влагу с чеснока в себя питают специи, потом уже добавляем соль. Перемешиваем друг с другом хорошенько. Сухая аджика, кстати, отличается тем, друзья мои, что она должна быть реально комками. По комочкам можно понять, какая аджика. О, это шикарная специя для шашлыка, это нечто. Добавляем соль, перемешиваем и отправляем это все сейчас в блендер и перемалываем хорошенько. Сейчас отвечу на один важный вопрос, который вы задавали под сванской соли, под аджарской. Можно ли свежий чеснок заменить сухим? На самом деле, друзья мои, конечно, можно, и это даже вкусно, но поверьте, вкус совершенно другой. Вкус свежего чеснока и сушеного не сравнится, честно, попробуйте, вы сами поймете. Еще один важный момент, почему лучше всегда использовать свежий чеснок в грузинских приправах, это то, что свежий чеснок вокруг себя концентрирует соль и специи. Объясняю вам. Соль, она намного тяжелее специи сушеных, сушеного чеснока, там, перца и так далее. Поэтому вы, когда насыпаете соль в банку, она реально оседает на дно. Сначала на дне соль, потом какая-то специя, которая остальная, там, тяжелее остальных и так далее. Получаются такие своеобразные слои, то есть об однородности вообще говорить не стоит. Но когда вы добавляете свежий чеснок, структура совершенно другая. Обратите внимание, что свежий чеснок все вокруг себя концентрирует и это однородная, вкусная масса, то есть вот реально приправа. Друзья мои, используйте свой свежий чеснок, как это издревле делают в Грузии, и вы потом сами поймете преимущество свежего чеснока перед сушеным. Ну, конечно, всему свое место. Есть рецепты, где лучше сушеный чеснок, чем свежий, но не в этом случае. Еще один момент, кто-то из вас спросит сейчас, но это же почти то же самое, что аджарская соль, сванская соль. Друзья мои, вы не представляете, это космическая разница. Я сейчас дал понюхать нашему оператору, чтобы вы понимали, у всех их разный цвет, разная структура, разный запах и разный вкус. Потому что очень много решает набор специи, и даже там, где специи одинаковые, но разное количество, это сильно влияет на вкус. Поэтому сванская соль. Вот моей жене, кстати, больше всего сванская соль нравится, она такая нейтральная, у нее очень приятный аромат. Нашему оператору больше всего нравится запах сванской соли. Потом аджарская соль, которая нашему оператору вообще не нравится. И сухая аджика, это уже вот чисто мегрельская, знаете, вот острая. Но она, друзья мои, шашлык рисует. Поверьте, просто попробуйте. Сделать настоящим цваде хотят сделать что? Или буквально в ближайшие дни я вам покажу настоящий мегрельский цваде из вот этой сухой аджики. Просто пальчики оближите. И эта специя, друзья мои, вот знаете, есть специи, которые я рекомендую сделать, это вкусно. А если вы любите мясо, шашлыки, ну вот это вы должны попробовать, серьезно. При том, что это достаточно легко, правда. Набор специи, но это копейки стоит, и блюдо поднимает на следующий уровень. Про количество одно хотелось бы вам сказать, что вот этого количества мне хватит на все лето с головой. При том, что я, конечно же, сухую аджику еще буду раздавать, с кем-то буду делиться, потому что вокруг развелось слишком много подписчиков, знаете, которые смотрят уже видео и так вот дожидаются. Ага, видео вышло и сразу, Зураб, а где вот это? Надеюсь, все подробности я объяснил, рассказал. Надеюсь, ничего важного не забыл. А вам, друзья мои, спасибо большое за то, что нас смотрите, комментируете, ставите лайки и огромное, друзья, вам спасибо за поддержку в прошлом ролике. Знаете, пришли новые подписчики, я вас тоже люблю новые подписчики, вы не подумайте, но начали говорить, Зураб много болтает. Я пожаловался, вы меня поддержали. Ай, как это приятно. Поэтому я сегодня, видите, столько болтаю. Двухминутный рецепт растянул на 8. Ну, в целом, спасибо вам. И вы же помните, тут всегда готовят то, что сможет повторить любой из вас. Берегите друг друга, будьте позитивными на улице лета, радуйтесь жизни. Спасибо, пока-пока.